Ключевым событием празднования Дня Победы в Самаре станет парад на площади Куйбышева. Подготовка к нему уже началась. Об этом говорили на расширенном заседании Орг. Комитета Победа. В числе гостей – ветераны, герои России и социалистического труда, почетные граждане, военнослужащие и члены их семей, депутаты и главы муниципальных образований. С приветственным словом к ним обратился глава региона Дмитрий Азаров. Историческая память – достояние всего народа. В современных условиях особое значение приобретает патриотическая работа, которую ведут наставники, педагоги, ветераны, не просто современники, очевидцы, а непосредственные участники родного подвеля во имя Отечества. На наших глазах слово «патриотизм» обретает священный смысл, обязывая каждого из нас превратить свои помыслы и конкретные дела в реальные поступки во имя нашей прекрасной Родины. Наш долг – донести до детей и внуков живую память о Великой Победе. Список памятных и праздничных акций, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обширный. Планируется провести более 500 мероприятий, в их числе тематические выставки, экскурсии, патриотические акции «Свеча памяти» и «Георгиевская лента». Со 2 по 5 мая пройдет международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю», а 26 апреля все желающие смогут присоединиться к диктанту Победы. Уже 6 лет подряд Самарская область активно включена в этот проект. И по итогам 2023 года регион занял первое место по количеству участников, ими стали 64 тысячи человек. Надеюсь, что и в этом году охват участников диктанта увеличится, и они покажут высокий уровень знаний о событиях героического прошлого нашей страны. К празднованию Дня Победы присоединятся и члены молодежных движений. Они приведут в порядок мемориалы, а также примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Завершится празднование Дня Победы масштабным концертом. Для жителей и гостей города выступят лучшие творческие коллективы Самарской области. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Константин Головин. События.